Приветствую всех заглянувших! В этом видео я хочу показать свои книжные покупки, которые я совершила, когда на дворе стояла прекрасная погода и шла третья неделя сентября. Как видно, получилось всего пять книг. Все они были приобретены в Пукинисте во время моих походов. Я часто бываю в букмагазинах, поэтому вообще можно заметить по моим покупкам, что я часто там гости, часто оттуда приобретаю. Слово часто – это тавтология, ну, извините. В общем, в буках я гость постоянный и покупки оттуда там совершаю часто. Вот так вот мы разойдемся, чтобы не было тавтологии. Итак, сейчас я покажу пять книг, и, да, это видео будет, наверное, даже меньше, чем 10 минут. Но не буду загадывать, потому что обычно, когда я говорю, что видео будет небольшим по продолжительности, потом я монтирую, соединяю, и получается не то, что я говорила. Поэтому давайте я все покажу, расскажу, и посмотрим, во сколько минут, какая продолжительность будет у этого видео. Давайте начнем. Я, конечно, умею притягивать, не знаю, художников, не художников, но нужные мне книги. Фу-фу-фу, постучим, не хочу сглазить. В общем, когда я снимала обзор своей коллекции книг «Малая классика речи», там несколько раз упоминался такой художник-иллюстратор, как Шмаринов. И посещая в один прекрасный день «Букинист», я увидела его каталог, каталог его иллюстраций, его произведений, и поняла, что мне надо брать, ну как это я вот без него. И потом, знаете, у этого художника оказалось интересное имя, он у нас Дементий, Дементий Алексеевич Шмаринов. А рисовал он очень чудесные картины, иллюстрировал замечательные книги. И вообще его иллюстрации, они пронизаны и теплом, и в них столько жизни, в них столько энергии. Сейчас я вам покажу, всё сами увидите. Так, книга у меня, вот он какой он был. Книга у меня 1982 года. Это каталог выставки произведений к 75-летию со дня его рождения. Давайте я вам покажу. Здесь вот живопись его идёт, здесь всё, и живопись, и плакаты он делал. Отомсти, отомсти. Это вот на тему Великой Отечественной войны. Великой Отечественной войны. Композиционные серии. Не забудем, не простим. 1942 год. Извиняюсь, не получается полностью раскрыть, потому что мягкий переплёт. Венеция у памятника Калеони. Венеция, мостик. Итальянские пинни. Портрет его жены. 57-й год. Красивая женщина. Портрет сына. 40-й год. Пастух и подпасок. Деревенское окошко. Какое милое название. Хлеб привезли. Спасение Марии. Прощание Джордано с Марией. Он, наверное, в Италии был. Надо вообще почитать его биографию. Фашисты увозят трупы убитых. Видите, сколько здесь, да? Тёмные такие тона. Сколько здесь тяжёлого, да, такого. Сколько здесь эмоций. Ой, не хочу даже рассматривать. Это очень тяжело. Джордано Мария. Франтиспис. Вот иллюстрация Ким Мингуэя, по кому звонит колокол. Казнь Остапа. Разворот. Гоголь. Тарас Бульба. Франтиспис. Это к Шекспиру. Двенадцатая ночь или что угодно. И вот написано, что в Государственной Третьяковской галерее хранится. Монтеки и Капулетти. Ромео и Джульетта. Кутузов после Совета в Филях. Партизаны ждут пленных французов. Наташа после смерти Андрея Балконского. Встреча Наташи и князя Андрея в Матищах. Бородинский бой. Пьерна Батарея Раевского. Такой упитанный. Петя Ростов в ночь перед боем. Боже, сколько экспрессий в его работах. Дети Ростовых. Дети Ростовых именины Наташи. Соня подготовительный рисунок. Печорин перед дуэлью. Франтиспис. Купание царевны Натальи в Измайлове. Петр в Саардаме. Так Толстому он иллюстрировал. Ассамблея в немецкой Слободе. Приезд Петра в Петербург. Ох, какой Петруха. Петр на закладке Петербурга. Смерть графини. А, Пиковая дама. Герман у дома графини. Очень потрясающие работы. Лиза у окна. Московская Венера. Суд Пугачева. Казнь Пугачева. Застолье у Пугачева. Разворот. Заставка Маши у постели Гринева. Сцена в Беседке. Ух, какая Старуха. Вот это, да, вот это действительно потрясающе. Когда прорисована. Прямо живая. Соня входит в комнату Мармеладова. Раскольников в комнате Старухи. Двор Старухи. Раскольников входит на лестницу у дома Старухи. Подготовительный рисунок к преступлению, наказанию. Так, это у нас что? Это иллюстрации такие небольшие. А, это не небольшие, это передняя обложка к книгам. Вот, обложки книг. Я как-то косноязычно выразилась. Основные произведения, даты жизни и творчества. Так, давайте я вам расскажу про этого замечательного художника. Родился он в 1907 году в Казани в семье земского агронома. В 15-м семью переехал в Киев. И стал брать первые уроки рисования у художника Прахова. В 23-м в Москву переехали. В 27-м начал работать в госуздате. Интересно. А вот меня интересует... Вот, 50-й год. Первая поездка в Италию. То есть он был в Италии, поэтому... Есть его книги. Он и во Франции бывал, ну, в принципе. 56-й год. Вторая поездка в Италию. Ну, слушайте, повезло ему, да? В годы Советского Союза ездить за границу. В 70-м году у него была персональная выставка в Академии художеств в Москве, затем в Ленинграде, Киеве и Берлине. И в тех же годах он поехал в Испанию для сбора материала к работе над иллюстрациями произведения Эрнеста Хемингуэя. А в 79-м он совершил вторую поездку в Испанию. В общем, жил прекраснейшей, насыщенной жизнью. И я очень рада, собственно, что приобрела этот каталог. Приобрела я себе книгу из серии «Личная библиотека Борхеса». Это книга Марка Пола. Книга о разнообразии мира. Книга 99-го года. Она уменьшенного формата. Здесь белые иллюстрации. Такой вот корешок. Их всего должно быть 24 штуки. У меня вот вместе с этой книгой получается 10. Осталось еще где-то найти 14. Может, тоже я займусь тем, что поищу в интернете, чтобы собрать уже, наверное, всю серию. Потому что в этой серии выходили книги, которые к чтению рекомендовал сам Борхес. А Борхес – это вот для меня один из самых-самых, чуть ли там практически первое место, который по значимости для меня писатель. И по тому, какую он роль, какое он влияние на меня оказал. Какую он, можно сказать, даже роль сыграл в моей жизни. Приобрела себе книжечку Шекспира. As you like it. Типа, как вам это нравится. Издательство «Пингвин». Вот знаменитый, да, их логотип на английском языке. Ну, обычная книжечка, но она стоила в Букинисте вообще таких копейки. Я решила взять. Вот, кто-то когда-то ее покупал в книжном магазине «Москва» за 87 рублей. Но я покупала в Букинисте дешевле. Джеймс Гринвуд. Его маленький оборвыш. Это что-то наподобие Диккеновского Оливера Твиста. Здесь Гринвуд тоже поднимает непростую судьбу детей 19 века. Хоть это и издательство детской литературы, читать его можно и нужно и взрослым. Вот, к сожалению... Ой, тут вообще кошмар. Я этого не видела. Тут пятна есть. Но это просто какие-то пятна. То есть читать... Это такая книга, что читать можно и взрослым, и детям. Пересказ Корнея Чуковского и рисунки Энн Петровой. Да, кому еще нужен год? Семьдесят... Семьдесят пятый год. И последняя книга. Это книга от издательства «Белый город. Рассказы о великих писателям». Здесь в интересном пересказе преподносятся три знаменитых писателя. Андерсон, Дюма и Шекспир. Художник Марьям Содердинова. Вот, допустим, про Шекспира. Это история о поэте и драматурге, которого и спустя несколько столетий считают одним из чудес света. Не только считают, еще и спорят. Кто на самом деле писал эти пьесы про Андерсона. Здесь не только иллюстрации. Здесь еще, за что я люблю, в принципе, «Белый город», что они умеют мастерски подбирать различные репродукции картин. Даре, памятник Александру Дюма. Неизвестный художник, замок Ив. Вот это, наверное, Марьям рисовала, ну, художник книги. Неизвестный художник, замок Монте-Кристо. Портрет Дюма. То есть, портрет Дюма. Левосе. Члены общества, комедии Францесс. А, тут разные. Дюму иллюстрировал Александр Митрофанов. Вот Дюма. История писателей, произведений которого целые поколения начинают читать с детства и перечитывают до самой старости. Очень красиво. То есть, здесь каждому писателю, у каждого писателя свои иллюстраторы. И очень прекрасная и приятная книжка. Она, конечно, рассчитана на детей, но я думаю, взрослым тоже может быть полезна и интересна. И вот такой вот интересной была третья неделя сентября. Всего пять книг, но зато каких книг чудесных, прекрасных, замечательных. И это все, что я хотела сказать, рассказать, показать в этом видео, в формате этого видео. Желаю всем смотрящим и слушающим всего хорошего. Здоровья вам и вашим близким. И пусть чудесные, замечательные книги находят вас. Те книги, о существовании которых вы еще не знаете. А на самом деле они вам очень нужны. Это все. До новых встреч, друзья. До новых встреч, друзья.